Из книги «Открытым оком» том 13. Тема «Лапкин книги». Вопрос 2799. «Воспринимают ли за рубежом ваши книги?» – отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Книги известны очень немногим, разве только по интернету. На днях отец Иаким получил письмо от знакомых, которым послал 11-й том. «Прислали вы книгу вашего брата, да прям в день моего рождения. Это было удивительно радостно. Огромная вам благодарность с вашим братом Игнатием. Сам свяжусь. Прежде всего, внимательно посмотрел книгу и сразу напал на место, что вот уехал батюшка в Америку, а через него-то чажа всякие слухи пошли». Открытым оком том 11, страница 423. «Несколько обескуражило меня это сообщение. Удивлялись и мощи книги, которую ваш брат написал и опубликовал. Замечательное дело! Конечно, кое-что по привычке прочитали и между строк, и в статье. Николас Дмитриев, 11-22, 49-я стрит, Бруклин, Нью-Йорк, 112-18, США. Притча Соломона, 25-25. «Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны, а у жены его есть родственники в Болгарии, они тоже могут прочесть книгу». «Как много трудностей прошедших поколений, из воин бесчисленных и миллионов жертв, изгоев в сон и сонмище из пленных, врагам любезен с лишней дыркой череп. Они не думали, надеялись, мечтали, что пронесет, случится не у нас, но вылупились гады. Гитлер, Сталин, пришла беда, горючая напасть, уроки прошлого пользительно усвоить, примерить прошлое на нынешних ребет, что будет иначе, надеяться не стоит, когда в блудилище грех ненасытно пьем. Не воды приготовлены, обещан нам огонь, пока спрессованный под оболочкой бомбы. Масонским замыслом поставлены на кон, хотя трубят о равенстве и свободе. По-разнаряженному будет и конец, враги не знают, трудятся по плану. Помогут зверю на престол воссесть, храм Соломона будет самым главным. Выходит, ничему не научились, на те же грабли головой, голою ногой. На те же пироги с губительной начинкой в грех разойдется сей мир. В грех разойдет сей мир. А на его ногой Бог и Его покаяние ждет, отдав за каждого возлюбленного сына. Из Библии обещан ненамек, что может быть спасенным даже ныне. Зачем грозить послушному рабу, стращая дочь поднятием подола? Грех день и ночь не от себя гребут. Гросьмейстеры звериного престола. Болезни наши по иному руслу направим, благодарность и украсим. Ко благу нашему посланнике Иисуса. Тогда страдания не всту и не напрасны. 7 августа 2005 года Игнатий Лапкин.